Ежегодно 28 июля в нашей стране отмечается День Крещения Руси. Он закреплен в российском законодательстве в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности. В Томилине этот праздник отметили в Центре культуры и семейного досуга. В Томилинском Центре культуры и семейного досуга сегодня, как, впрочем, и всегда, слышны песни и стихи. Только на этот раз все они посвящены России и любви к ней. Здесь впервые отмечают важный для православных людей праздник – День Крещения Руси. Кроме песен, коллектив Томилинского Центра культуры и отдыха подготовил лекцию о Дне Крещения Руси. Коротенький рассказ, просто напоминание нашим зрителям о тех событиях, которые они, конечно же, изучали по истории и чему посвящен сегодняшний день. День Крещения Руси – относительно молодой светский праздник. Официально в нашей стране его отмечают с 2010 года. Он связан с именем Владимира Святославовича, известного в народе как Владимир Красное Солнышко. Вслед за лифтописной хронологией событие принято относить к 988 году н.э. и считать началом официальной истории русской церкви. Хотя, по данным некоторых историков, оно могло произойти и несколько раньше, и несколько позже. В России православие являлось официальной религией вплоть до 1917 года. В период существования Советского Союза в основном был распространен атеизм, хотя многие втайне крестили детей. Сегодня Российская Федерация – светское государство. Между тем, самой распространенной конфессией в нашей стране являются именно православные. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.